МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областное управление Россельхознадзора закончило административное расследование по факту обнаружения гниющих останков коров на территории УАО Коряжемская. Сбербанк на Кирово захватили грабители. К счастью, это была легенда учений. На проспекте Релина снова ремонтируют тротуар, который был некачественно восстановлен. Об этом мы не только расскажем сегодня в программе в студии Елены Кузнецова. Здравствуйте. Областное управление Россельхознадзора закончило административное расследование по факту обнаружения гниющих останков коров на территории УАО Коряжемская. И хотя до приезда инспекторов в Коряжему собственники фирмы попытались замести следы доказательством нарушения закона, послужил репортаж нашего канала. Трупы нескольких десятков коров обнаружили жители деревни Песчанка в мае этого года. По округе разносился жуткий запах, а мертвые тела были свалены в одну из силостных ям. Позже журналисты нашли в одном из коровников еще один труп животного. Глава города Валерий Елизов направил жалобу в областное управление Россельхознадзора. По факту нарушения правил утилизации биологических отходов было возбуждено административное расследование. Инспекторы Россельхознадзора приезжали в Коряжму на прошлой неделе. По результатам административного расследования факты, указанные в жалобе главы города Коряжма, подтвердились. Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения и применена мера обеспечения производства по делу как временное приостановление деятельности. Предпринимателю в главе крестьянского фирменского хозяйства выдано предписание об устранении выявленных нарушений по истечению сроков установленных предписанием будет проведена проверка. В данный момент материалы дела переданы на рассмотрение в Котловский городской суд. В ходе проведения административного расследования владелица частного фермерского хозяйства, где были обнаружены трупы коров, свою вину отрицала, ссылаясь на прежних владельцев ОАО Коряжемская. Более того, в неофициальной беседе с инспекторами Россельхознадзора владелица этого частного крестьянско-фермерского хозяйства попыталась обвинить в произошедшем даже журналистов. Якобы корреспонденты устроили подлог фактов. То есть, получается, сами принесли в коровник труп животного, разбросали обглоданные кости, пригнали сюда стаю зверевших бездомных собак, а потом со смаком сняли все это на видеокамеру. Впрочем, все версии, а заодно и методы ведения хозяйства владелицы частного крестьянско-фермерского хозяйства оценят суд. Он должен состояться уже в ближайшие дни. К другим темам. Отделение Сбербанка на Кирово захватили грабители. К счастью, это была всего лишь легенда учения отдела полиции. Хотя со стороны все выглядело более чем серьезно. Здание банка было оцеплено вооруженными сотрудниками правоохранительных органов. Все входы и выходы заблокированы. Посетители банка временно не впускали в здание. По легенде учений, в 14-23 дня в дежурную часть отдела полиции поступил звонок о нападении преступников, которые жаждали завладеть деньгами. В плановом порядке проведена учебная тренировка с задействованием сил и средств отдела полиции, отдела внедрственной охраны. Значит, проведена довольно-таки успешно. Я думаю, гражданам опасаться нечего здесь. Учения закончились спустя 17 минут после объявленной тревоги. Работа банка возобновилась в прежнем режиме. Хотя во время проведения учений банковские операции не прекращались. А условные заложники по договоренности с полицейскими могли выходить из здания банка. Другие темы выпуска сразу после короткого рекламного блока. Оставайтесь с нами. Устали переплачивать за мебель? Диван диванов. Просто здесь дешевле. Остеохондроз, артрит, артроз, бурсит, миозит. Защитник ваших суставов – аппарат «Алмак». Благодаря воздействию магнитного поля уменьшается спазм напряженных мышц, улучшается кровообращение, ткани насыщаются кислородом и питательными веществами. Это способствует устранению воспаления, отеков, боли, восстановлению нарушенных функций. Летняя суперцена на «Алмак-01» в Коряжме только с 18 по 24 июня в аптеках «Фармация» на Пушкино-13, «Советской-8» и «Дыпцино-8». Товар недели во всех магазинах «Магнит». Газированный напиток «Пепси» 37,90. «Магнит». Всегда низкие цены. Детский кондиционный магазин «От мамы к маме». Принимаем на реализацию и передаем детскую одежду. Обувь, игрушки, кроватки, коляски и многое другое. «От мамы к маме». Спасибо, что вы с нами. Продолжим выпуск. В Архангельской области стартовал месячник безопасности на воде. Оперативную обстановку на водных объектах обсудили сегодня в областном центре в региональном управлении МЧС. С начала лета на реках и озерах области утонули 7 человек. Причины гибели людей на воде из года в год остаются прежними. Это купание в необорудованных и опасных местах. Дети, оставленные без присмотра взрослых. Купание в состоянии алкогольного опьянения. Также в группе риска рыбаки, которые пренебрегают элементарными нормами безопасности. Часто выходят на рыбалку в нетрезвом виде и без спасательных жилетов. В этом году в Архангельской области запланировано оборудование 82 мест массового отдыха вблизи водоемов. Власти на местах должны решить, где и когда организовать пляж. Подать заявки на проверку дна водных объектов и качества воды. Заняться устройством спасательных постов и сопутствующей инфраструктуры. А вот когда откроется городской пляж, сказать пока трудно. В отделе ГОЧС городской администрации нам сообщили, что 22 июня сотрудники планируют отправить заявку в территориальный отдел Роспотребнадзора на проведение пробы воды. Водолазы уже обследовали дно Вычигды в районе городского пляжа. Вердикт спасателей – купаться здесь безопасно. Но что покажет анализ воды? Только после проведенных исследований городской пляж можно будет открыть. Как сказали на воде ГОЧС администрации города, решение будет принято не раньше июля. Как в принципе и в прошлом году. В 2014 пляж был оборудован только в первой декаде июля. На проспекте Ленина у входа в Александровский парк опять вскрыт тротуар. Некачественно выполненные весной работы сейчас переделывают. На проспекте Ленина в прошлом году велись масштабные работы на инженерных коммуникациях. При замене трубопровода тротуар по главной улице города был вскрыт от детского дома школы до перекрестка с улицей космонавтов. Замена теплотрассы была проведена летом 2014 года, а восстановление дорожного полотна производилось уже в этом году. После многочисленных вопросов горожан, когда же появится ровная пешеходная дорога, весной подрядчик приступил к бетонированию. Работы были закончены в канун 9 мая, главного праздника страны. Но буквально через месяц оказалось, что качество проведенных работ оставляет желать лучшего. В итоге часть бетонного покрытия снова сняли, а тротуар вновь будут восстанавливать. Хочется надеяться, что сейчас рабочие сделают его на совесть. О спорте осортовал прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд. Спорткабинат «Олимп» 11 лет подряд организует эти состязания. Турнир посвящен памяти Романа Глинкина, который в свое время стал инициатором возрождения дворового футбола в Коряжме. Турнир по футболу среди дворовых команд пройдет 10 и 11 сентября. Спорткабинат «Олимп» приглашает к участию мальчишек и девчонок 2001-2006 годов рождения, кто любит футбол и готов показать свое спортивное мастерство на соревнованиях. Состав команды – 10 человек. По условиям проведения турнира к участию не допускаются команды отделения футбола детско-юношеской спортивной школы. Соревнования проводятся под действующим правилом игры. Турниры разыгрываются в первый день в подгруппах, во второй день соревнований – финальные игры. Победители и призеров ждут кубок, грамоты, медали и подарки. Также по итогам турнира будут названы лучшие игроки. В этом году соревнования в очередной раз поддержала группа «Илимп» через благотворительный фонд «Илимгарант». Организаторы для тренировок заявившимся командам вручают мячи, а в дни проведения соревнований – спортивные майки с символикой турнира. Заявки на участие можно подать в спорткомбинат «Олимп» в первом кабинете. А 19 июня на стадионе «Труд» уже взрослая коряженская футбольная команда «Химик» проведет очередной домашний матч в рамках первенства МРО «Северо-Запад». Наши спортсмены встретятся с командой «Луки-Энергия». Начало игры в пятницу в 17.30. Далее в программе прогноз погоды спонсор метеовыпуска «Магазин Диван Диванов». Устали переплачивать за мебель? «Диван Диванов» просто здесь дешевле. В четверг малооблачно, но не жарко. Днем температура воздуха до плюс 17 градусов, вечером до плюс 13. Атмосферное давление 753 и миллиметр ртутного столба. Ветер западный, умеренный до 4 метров в секунду, но временами порывистый. Мебель от магазина «Диван Диванов» для всех случаев жизни. Большой выбор, разумные цены. На этом новостный выпуск подошел к концу. С вами прощаюсь. До скорой встречи. В связи с работами на городских электросетях, 18 июня возможно отключение телевизионного сигнала по следующим адресам. Проспект Ленина 10, 11, 12, 13 и 14. По улице Пушкина 6, 8, 12, 12А и 18. И по улице Кирова 12, 14, 15, 16 и 17. 20 июня в КДЦ на площади Ленина продажа обуви из натуральной кожи производства города Кирова. Большой выбор мужской и женской обуви по доступным ценам. Фабричное качество. Принимаем обувь-ремонт, смена подошвы и полное обновление низа обуви. Приглашаем с 10 до 18 часов. Своим названием город Архангельск обязан архиепископу Новгородскому Иоанну. Он распорядился, чтобы монастырь назывался Михаила Архангела. Итак, Архангельск возник в конце XIV века. Затем наступает эпоха Ивана Грозного. Иван Грозный в 1584 году издает указ о том, чтобы обнести существовавший тогда монастырь крепостной стеной. Дело в том, что в эпоху Ивана Грозного под словом «город» подразумевалось ограждение, забор. Стоило обнести забором, как это становилось городом. И вот вторая часть этого названия «Архангел», «Архангельск» перекатилась в слово, в название города. И сегодня это Архангельск. Интересно, что в советское время, когда все переименовалось и все переделалось, благозвучное слово «Архангельск» осталось. Хотя оно носит библейский характер. Казалось бы, все церкви сносят, да? И название города должны изменить. Да, действительно, начальники наши городские трижды обращались в Москву с предложением переименовать город Архангельск. И вариации были Ломоносов, Сталинпорт и Михеевск. Каким-то образом удивительно выжила Архангельск. Может быть, действительно, мы под крылом находимся этого главного ангела, Архангела, Архангела Михаила. Архангельску очень повезло в географической ситуации. Он находится в дельте полноводной, большой, равнинной реки. Длина реки Северной Двины 744 километра. Здесь она впадает в море. При впадении образует очень развитую классическую дельту. Трудно представить, но это была основная столбовая дорога с запада в Москву, то есть в Москву, и из Москвы на запад. Сюда прибывали мореплаватели, дожидались, когда река замерзнет, и санным путем очень быстро, меньше чем за неделю, добирались до Москвы, запада. Об этом здании знают даже не все архангелогородцы. А в то же время в Архангельске, в самом центре города, имеется архитектурная жемчужина, гостиные дворы, постройки 17 века. Это здание появилось в эпоху, когда русский север был краем деревянной цивилизации. Здесь все, исключительно все было из дерева. Ложки, вилки, вся мебель, вся домашняя утварь, дома, само собой разумеется, церкви. Все строилось из дерева. И вот вдруг появилось такое сооружение. Это было обусловлено тем, что отец Петра I, царь Алексей Михайлович, распорядился обозначить Архангельск архитектурно первым, то есть единственным морским портом России, чтобы весь Запад знал, что Россия твердой ногой стоит на море. Поэтому был построен вот этот большущий организм, состоявший из трех дворов. Русский двор, немецкий и между ними крепость. В координатах сегодняшнего города это здание занимало бы, если бы полностью сохранилось на сегодняшний день, целый квартал. Но на сегодняшний день остался всего малюсенький кусочек, на фоне которого я стою, совсем маленький. Но это подлинник, бесценный совершенно. Он сделан из кирпича 17 века. По сегодняшним измерениям, это была гостиница масштаба пяти звезд. Весь второй этаж – это большущие палаты, большущие одностолбные палаты. Мы все говорим о палатах московского Кремля. А сегодня вот в этом здании огромное количество помещений, комнат, этих гостиничных номеров и все одни одностолбные палаты. Вы представляете, купец приезжал, ему давали ключ, ключ большущий такой, амбарный. Это была открытая галерея. Здесь остекления раньше не было. И вот по периметру русского гостиного двора, где мы находимся, шла вот такая открытая терраса. И на каждом фасаде была белокаменная лестница для спуска вниз. Значит, купец утром пображничал, по этой лестнице спускается. Это было особым удовольствием. Сверху посмотреть на торг, а потом спуститься, погрузиться в эту толчину, так сказать, рынка. А на первом этаже, обратите внимание, какие толстющие стены. Они местами толщиной 3 метра, потому что это были складские помещения. Значит, первый этаж склады, второй гостиница 5 звезд. Да, я сказал 5 звезд. А почему 5 звезд? Потому что там туалет был в каждом номере. Туалет представлял из себя просто ниша вот такая. Попочку ставишь и общаешься с космосом. Так вот, это здание интересно еще и тем, что оно первое в русской архитектурной практике сделано по чертежам, изготовленным в Москве. А здесь реализовывалось. Конечно, оно было реализовано не по линейке, но такое вкус было раньше на архитектуру. Пластичная архитектура. Она как бы вся слеплена, вот такая рукодельная. Но в этом своя красота. Вот в этих кирпичах, в этой кладке своя красота, в сыромерзности, так сказать. И ввиду того, что единственный гостиный двор у нас в России, я считаю, что он должен быть включен в программу ЮНЕСКО по защите памятников. Потому что это действительно достойный памятник и истории, и архитектуры. А сколько людей прошло через эти гостиные дворы. Вот там арка есть, да? Вот Петр Первый, бывал в Архангельске, он, конечно, где-то вот бродил. Вот через эту арку он точно прошел. Есть места, которые концентрируют историю. Архангельск и Петр Первый, это как бы единое понятие. Петр трижды был в Архангельске. И он многое здесь сделал для всего Отечества, для всей России. Здесь родился русский флаг. Здесь был построен первый русский торговый корабль. Здесь была построена первая регулярная крепость. И была одержана первая русская морская победа около стен Новодвинской крепости над шведами в Северной войне. Все первое, первое, первое. Это мало кто знает. Но это так. Вот здесь на рейде стояли голландские суда. И когда Петр в 1694 году приехал второй раз в Архангельск, чтобы спустить на воду корабль, он понял, что нужен флаг. До этого флажной культуры в России не было. И она появилась при Петре. Он поднялся на борт голландского судна, попросил флаг, переставил полосы местами. И вот так, спонтанно, в характере Петра Первого, ему было 22 года, он совсем молодой, хулиганишка был, родился русский флаг. Фактически Петра Великин сделал город Архангельск и его первый выход в Белое море. Когда он увидел после провинциальной Москвы открывшийся перед ним простор Белого моря, в этот момент Россия стала морской державой. И в этот момент он решил, что Архангельск должен быть центром кораблестроения. И действительно, тут же заложил первый торговый корабль. На следующий год, в 1694 году, Петр приехал и спустил, сам подрубил подпоры этого построенного корабля, спустили на воду его. И Петр с казенными товарами, из престижных соображений, что Россия стала морской державой, отправил его во Францию. Все это происходило вот здесь, вот в этом месте. Никак не прочитывается как бы история, но само-то место, оно дышит историзмом. Здесь был построен первый русский корабль, и здесь, на этот русский корабль, на корму его, впервые был поднят наш современный русский триковор, трехцветный флаг. Мы в особой части города Архангельска, в Соломбале. Соломбало исторически всегда отличалось от всего остального Архангельска. Соломбальцы никак не хотят смириться с тем, что слово «Соломбало» происходит от финского слова «топкое место». Они считают и убеждены в этом, что Соломбало происходит со времен Петровских, что Петр спустил корабль на воду, устроил по этому случаю бал на Соломе. Топкое место, постели Соломбало, отсюда Соломбало. И вот таких сюжетов в Соломбале очень много, потому что Соломбало была морской свободой города Архангельска. Соломбальское адмиралтейство в эпоху парусного кораблестроения – это был огромный организм – и архитектурный, и деловой, и хозяйственный, и проектный. Здесь были канатные мастерские, здесь были чертежные мастерские, и здесь были построены две большущие казармы. Это были самые большие казармы в России, которые готовили экипажи для кораблей парусного флота. И через эти казармы прошло много людей, которые связаны с русской историей. Здесь, в частности, начинали свою карьеру флотскую выдающиеся русские адмиралы – Лазарев и адмирал Нахимов. В советское время эти казармы продолжали служить в таком же качестве уже советскому военно-морскому флоту. И здесь начинал свою карьеру будущий адмирал Октябрьский, командующий Черноморским флотом в годы Великой Отечественной войны, который единственный из командующих флотов отразил налет немцев 22-го июля. Справа от меня, вот, сегодня подо льдом спит, кажется, да? Но это основной судоходный рукав Маймакса. Летом здесь проходят огромные туши морских и океанских судов. А до революции в прошлом это был основной городской рейд, что тоже трудно представить. Здесь все было забито судами. То есть, в целом, панорама была морского какого-то архитектурно-девового образования. Здесь был свой рыдак, свои страсти-мордасти. И что интересно, во многонациональном архангельске здесь и церкви были разные по конфессиям. Например, здесь есть англиканская церковь, в этой совомболе. Она построена из дубовых бревен. Эти бревна привезены из Англии. Английские моряки, которые постоянно здесь бывали, они для себя построили церковь. И вот таких изюминок здесь очень много. Ничего не осталось от того, что это родина русского кораблестроения. Но на совомбольском кладбище упокоились выдающиеся русские кораблестроители, в том числе Курочкин, который построил легендарный крейсер 74-х пулочный Азов, который очень потрепал турах и стал первым русским гвардейским кораблем. А всего здесь в совомболе было построено 170 линейных кораблей, которые пополняли Черноморский и Балтийский флота в течение двух столетий. Вы представляете, вот они строились здесь и перегонялись туда. В 15 веке на отдаленных Соловецких островах в Белом море возник монастырь. А спустя несколько десятилетий в Архангельске появилось его представительство Соловецкое подворье. Подворье советского монастыря это такое учреждение, которое выполняло представительские функции и служило гостиницей. Популярность советского монастыря год от года возрастала и огромное количество паломников со всей Российской империи стекалось в Архангельск, чтобы посетить Соловки. Они пребывали в Архангельск и собирались вот в этом здании. Это большой опять архитектурный организм, опять квадратный, с открытым двором. Я стою на фоне надвратной часовни в постройке 1911 года. Ну, а в принципе гостиница. А с той стороны, со стороны реки, причавы были, у советского монастыря были два парохода, где команды полностью состояли из монахов. И вот эти корабли здесь приставали, а здесь был рынок большущий, и сквозь этот рынок в какой-то один день все паломники собираются и сквозь арочный проем выходили с хоруглиями, с иконами, с песнопением. В этот момент колокола звеняли, и все направлялись на посадку на Соловинский пароход. Вообще, надо сказать, что церквей в Архангельске было очень много. Вдоль набережной только шло 16 церквей, одна за другой. В центре города стоял большущий собор, кафедральный, а затем от него, как россыпь, вдоль берега, как гирлянда огоньков, были церкви, одна, вторая, третья. Но была закономерность, архитектурная. Они как бы шли поубывающей, высота их была поубывающей, периферии от собора, вот так вот. Это был город православный, христианский, его не спуточный с каким-то другим городом на земном шаре. Это было ярко выражено, и была очень красивая панорама города с реки благодаря вот этим церквям. История Архангельска связана с именем Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский, мы знаем, был религиозный проповедник. Он при жизни фактически был канонизирован, хотя официально это было сделано в 70-х годах. Нам он интересен тем, что он выходец из нашей губернии. Он из деревни Сура, что на Пинниге. Иоанн Кронштадтский построил на Пинниге Башущий монастырь, а здесь в Архангельске построил подворье этого монастыря. И вот мы как раз стоим около этого великолепного здания, запроектированного петербургскими архитекторами по закону Иоанна Кронштадтского. Год постройки 1907-й. Иоанн Кронштадтский приезжал сюда на закладку этого здания. Это было целое действие в городе Архангельске, потому что он уже тогда был признан почти что святым. Целовали буквально колеса, вот кибитки, в которые он ехал. Иоанн Кронштадтский сделал не просто подворье в этом здании, он здесь открыл женский монастырь. И это было очень красиво, одно из красивейших зданий Архангельска, очень качественной архитектуры здания. Ну и, конечно, нашей тихой гордостью является Михаил Ломоносов. Он родился под Архангельском, это совсем недалеко отсюда. Он бывал часто в Архангельске, он с отцом проплывал в сторону моря, потом возвращался обратно, затем уехал в Москву. Ну, эту историю вы знаете. В Архангельске есть памятник, посвященный Ломоносову. Сделал его скульптор Иван Мартас. Мартас изобразил Ломоносова в образе поэта. Он стоит на Северном полюсе, если забраться наверх, то на этом полюсе написано Холмогары. Это деревня, откуда он вышел. Ну, а ангел подает ему лиру, символизирует, как бы, это гений, как бы, вдохновляет Ломоносова. Эта скульптура стоит на фоне университета. В Архангельске вообще много учреждений. Есть проспект, называется именем Ломоносова. Театр драматический имени Ломоносова. Поморский университет имени Ломоносова. Вообще, Ломоносов здесь на каждом шагу. Почти что ничего не напоминает о том, что это было самое бойкое место в Архангельске. Здесь был огромный рынок. Это были торговые ряды. Одни были ряды мясные, другие рыбные. Торговали дровами. И вот это большущее действие, называвшееся Маргаритинская ярмарка, конечно, потребовало обустройства. И поэтому на Маргаритинской ярмарке была своя баня. Макаровская баня. Был свой театр Скомарок. И была своя церковь, Никольская церковь. Она построена в нарушении религиозных канонов. Алтарь смотрит на юг. Вы знаете, что обычно алтарем церкви строятся на восток. Это здание было построено при рынке. В этих больших окнах отражались парусные суда, которые приходили с рыбной ловли, возвращались осенью и торговали вот треской прямо с борта судов. Сохранилась церковь каким-то чудом, когда все церкви сносили. Она была превращена в клуб пограничников, а сегодня снова Никольская церковь. Она очень светская по своему характеру. Окнами в русской церкви вообще-то принято, да, полумрак. А она просто как дворец, маленький дворец в городе Архангельске. И как видите, мы сегодня ее привели в порядок, и она радует глаз, и в нее приятно зайти, верующий ты или неверующий. В последние десятилетия Архангельск как-то активно взялся за свое архитектурное и историческое наследие. Я имею в виду приведение в порядок старых зданий. Водит Государственное Музейное Объединение Художественная Культура Русского Севера. И вот один из примеров вот такого отношения к старинному зданию представляет собой дом Купчихи Плотниковой. Это воименитая женщина очень. У нее большое хозяйство торговое было. Она, кстати говоря, открыла первый кинотеатр в Архангельске. Эдисон. Она купила первый аппарат и устроила прокаты фильмов. Все говорит о том, что она была человеком своего времени. Сегодня в этом здании музей. Музей как раз посвящен архангельскому купечеству. Там собраны раритеты всякие. Архангель-лагородцы приняли активное участие в создании этого музея. Кто что может, несет. И музейные работники, и архангель-лагородцы просто молодцы. В Архангельске появилось с обновленным домом Плотников и с музеем новое культурное измерение. Мы находимся в немецкой свободе. Именно здесь жили иностранцы. И дома немецкой свободы несколько отличаются по своей архитектуре от всего остального Архангельска. Здесь веяние запада чувствуется западных архитектурных стилей. Вот дом, который за моей спиной, был построен в 1851 году английским копцом Чарльзом Ренни. В начале 20 века он был облицован заново. Облицован в швейцарском стиле. И вот такое разнообразие стилевое очень характерно для немецкой свободы. Но кроме того, немецкая свобода привносила моду, привносила обычаи свои в жизнь Архангельска. В общем, это было важное, слагаемое культурой города. В немецкой свободе было достаточно много примечательных зданий, памятников. К сожалению, на сегодняшний день сохранилось только вот это здание целиком и полностью, в котором сейчас размещается молодежный театр. Троицкий проспект, главная улица Архангельска в немецкой свободе, она вовсе застроена вот такими особняковыми, очень богатыми домами. Не менее интересная история Архангельска и в 20-е и 30-е годы, то есть советский период. В это время Архангельск был главным административным центром большого территориального образования. Скажем, город Вологда входил в Архангельскую область, говоря сегодняшним языком. И вот памятником тому времени в Архангельске остался обелиск севера, который привлекает внимание гостей города. Да и сами архангелогородцы все расшифровывают и расшифровывают этот памятник, находя все новое и новое в нем. Ну, в частности, если обратим внимание на постамент, он пятигранный. На нем стоит квадрат. В этом заложен был большой смысл. Как ни странно, пятилетка в четыре года. Это был возраст того времени. А завершает эту композицию обелиск. Обелиск, вы знаете, это египетский архитектурный элемент. Он изобретен 5000 лет назад. И в Древнем Египте обозначал материализованный луч солнца. Вот так идеология, новая советская, расписалась здесь, на Крайнем Севере. Поставив к этому обелиску помора. На севере была состоявшаяся самобытная, самостоятельная культура, которая называется русский север. И вот эта культура и экономика русского севера помогли выжить в целом России, Советскому Союзу в 30-е годы. Тогда русский север превратился в валютный цех страны. В настоящее время в Архангельске продолжаются работы по созданию историко-заповедной улицы Чумбарова-Учинского или просто Чумбаровки, как и зовут ее в народе. Создание этой улицы относится к началу, по-моему, 80-х годов. Дело в том, что Архангельск в прошлом был исключительно деревянным городом. 97% всей застройки Архангельска были деревянные дома. И поэтому, когда город стал обновляться, пошло массированное строительство панельных типовых домов, деревянный город стал исчезать, и возникла тема необходимости сохранения хоть чего-то от Архангельска деревянного. Около 30 домов мы собрали на эту улицу. Некоторые дома сохранены те, что были на этой улице, а некоторые перемещены в качестве памятников, архитектуры. Но самая главная задача решалась создать заповедник. Вот две стенки домов, они воспроизводят градостроительную ситуацию Архангельска деревянного начала 20 века. Дом, забор, дом, забор. Из-за заборов выглядывают деревья. Вот таким был Архангельск. Значит, вместе взяты эти дома и делают эту улицу интересной. Вы смотрите, вот сколько народу, да? Они с наслаждением идут по улице, и она стала местом проведения каких-то вот народных гуляний, праздников. Здесь постоянно музыка звучит. В общем, улица живет все более активной жизнью. На Чумбаровке нынче веселье, на Чумбаровке нынче веселье, 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 веселье. По себе знаю, города интересны неожиданностями. В Архангельске тоже есть свои неожиданности, и одна из них – наш небоскреб. Да-да, самый настоящий небоскреб. 24-этажное высотное здание. В нашем городе он поистину выглядит небоскребом, и он очень выделяется и виден со многих точек города. Он своего рода маяк-ориентир. Он прекрасно работает на проспект, он прекрасно работает с реки на панораму города. В общем, это доминанта, которая необходима городам такого построения, как Архангельск, которые лежат на равнине, как на столе. Когда-то до революции функцию небоскреба у нас выполнял кафедральный собор. Ну, так получилось исторически, что его снесли, и вот эта доминанта в городе восстановлена. Как и любой небоскреб, это здание предполагает и предлагает гостям города и горожанам прекрасную видовую точку. Если мы поднимемся на крышу этого здания и взглядом охватим весь город, потом мы спустимся, мы будем воспринимать его совершенно иначе. Потому что мы дети улиц, проходных дворов, площадей. А когда сверху посмотришь, ты становишься градостроителем, самым настоящим градостроителем. У Архангельска своя судьба историческая. Когда страна процветала, она забывала об Архангельске. Когда дискомфортная ситуация складывалась, об Архангельске вспоминали. Я долго думал о том, вот какую роль играл Архангельск в истории России. Он играл роль запасного порта страны. 1812 год. Наполеон блокадой обошил Черное море, Балтику. И тогда все суда ринулись в Архангельск. В Архангельске строили сахарные заводы. Возникали разные предприятия. Архангельск живет активной жизнью. Первая мировая война. Балтика оккупирована немцами. Опять все конвои идут сюда. Вторая мировая война. То же самое все повторяется. Арктические конвои идут в Архангельск. У Архангельска, я не сомневаюсь, большое будущее. Это будущее обусловлено устоявшейся культурой этого города. У этого города есть интеллект, замечательная молодежь. Он, можно сказать, университетский город. Будущее Архангельска запрограммировано и его географическим положением. Он как стоял на выходе России на север, через северную длину, через мощную такую артерию, в мировой океан, так и стоит. И сегодня, когда идет активное освоение Арктики, когда кратчайшие пути на самолете из Москвы в Соединенные Штаты проходят через полюс, конечно, можно совершенно спокойно запрогнозировать, у Архангельска есть будущее. Это будущее находится под крывом Михаила Архангельса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...